Я начинаю серию видеофильмов, посвященных обучению дыхания, такому дыханию, которым дышат морские животные, дельфины и киты. Эволюция заставила их изменить свое дыхание так, что они могут задержать выдох, дельфины на 15 минут, а киты, ныряя на глубину километр, и до получаса. В это время дыхательный процесс все равно происходит. Человеку сразу отводить такое дыхание практически невозможно. Нужны миллионы лет эволюции. Но задуматься об этом нужно и практически очень важно. Ведь нам всем интересно пожить здоровой жизнью, продолжительное время, как я говорю, вечную жизнь. А свой век каждый определяет сам. Теперь я перейду к делу. Сегодня я покажу вам полное дыхание йогов с вдохом 16 секунд и выдохом 16 секунд. Итого продолжительность дыхательного акта 32 секунды. Обычный человек дышит как попало. У него вдох может быть 3 секунды, выдох 2 секунды. В общем, практически кислород не работает. Что вдохнул, то и выдохнул. А вот йоги, они дышат полным дыханием йогов. У них есть такое дыхание, называется дыхание от нервов, где выдох 8 ударов сердца и вдох 8 ударов сердца. ПДА при этом, продолжительность дыхательного акта 16 секунд. Сегодня я покажу упражнение, которое увеличивает продолжительность дыхательного акта вдвое до 32 ударов сердца. Есть такая гипотеза Владимира Фёдоровича Фролова, разработчика теории и практики эндогенного дыхания, что увеличивая продолжительность дыхательного акта, человек будет жить гораздо дольше. У китов, например, вдох и выдох порядка 2 минут. То есть минуту кит вдыхает, минуту может выдыхать. И живут они от 300 и более лет. Черепахи морские, большие, живут до 500 лет. Но этот опыт нам надо взять с собой. Итак, перехожу в дело. Сначала я делаю вдох губы трубочкой с сопротивлением в течение 8 ударов сердца. Потом продолжаю с впалыми щеками удерживать разрежение в лёгких. Во время вдоха, во время разрежения углекислота, которая скопилась в капиллярах альвеол лёгких, переходит в газообразное состояние, а затем при выдохе удаляется из организма. Таким образом происходит газообмен. А при выдохе, тот кислород, который вдохнули при вдохе, за счёт сжатия лёгких, внедряется в капилляры, окисляет сурфактант и заряжает, таким образом, эритроциты крови до отрицательного заряда, которые несут эту электрическую энергию ко всем клеткам остального тела. А теперь от теории к практике. Включаем нейтроном. Он стучит в ритме 1 удар в секунду. Это ритм сердца среднего человека. У меня 60 ударов в минуту. Ом... МРА Сонра! я показал вам три цикла дыхания сразу это вам конечно не дастся будет тяжело дышать дело в том что даже при дыхании по 8 секунд на вдох и выдох я тренировался примерно 10 лет а вот эти тренировки когда выдох и вдох равен 16 ударам сердца они только что начались у меня еще все впереди я передаю этот опыт чтобы те кто хотят долго жить научились правильно дышать полным дыханием йогов желаю всем больших успехов в деле увеличения продолжительности вечной жизни